Доброго здоровья вам и хорошего настроения! Слушайте Кристианское радио ежедневно. Интер-радио продолжает свою работу. Мы приветствуем всех наших радиослушателей словами «Мир вам!». И сейчас, ваше внимание, следующая программа в открытом радиоэфире. Передача «Свет. Слово». Напоминаю, наши номера телефонов для ваших звонков. Или код города Сакраменто 916-429-7635. Также вы можете воспользоваться скайпом. Имя в скайпе iBradTV. Итак, приветствуем вас, братья, в нашем радиоэфире. Внимательно слушаем. Приветствуем всех, кто нас сегодня слушает, смотрит, приглашаем на эту передачу. Она идет в открытом эфире. Можете звонить, дозваниваться. И мы с удовольствием пообщаемся с вами в эфире. Задавайте вопросы, мы постараемся на них ответить. Для этого эта передача, в принципе, для того, чтобы нам общаться с друг с другом, раскрывать Писание, читать Слово Его и узнавать волю Его. В начале передачи мы совершим молитву для того, чтобы Господь благословил ход этого служения. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за любовь, за милость, благодарны Тебе за время, которое Ты нам послаешь, драгоценное время, в которое мы можем обратиться к Слову Твоему и проверить свои сердца, свое хождение перед Тобою. Господь, Духом Святым, просвети наше сознание, наше сердце, наш разум, чтобы нам проверить себя на правильном ли мы пути. Благослови эту передачу о Тебе добудет за все слава. Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь. Итак, дорогие друзья, сегодня мы продолжим рассуждение о том, что с нами случилось, когда мы оказались во Христе. Так, Вася, или нет? Да, точно так. Как Павел сказал, мы продолжим эту тему. Будем говорить, кем мы действительно оказались, потому что это, мне кажется, важно знать. Там, кто оказался, хотят узнать, какие же бенефиты там выдают, какой же там духовный вэлфер, или какие-то там плюсы, может быть. Бенефиты по-английски это будут льготы. Льготы, да, по-русски. Ну вот, мы начнем с продолжения этой темы и хотим поговорить чуть-чуть, ну, о чем мы говорили в прошлый раз. И мы начнем со святых. Кто такие святые, Ром? Ну, конечно, мы. Мы. Все понятно. Прежде чем мы пойдем дальше, просто хотел вспомнить один случай, здесь в Америке произошел, когда я встретился с женщиной, которая приехала в Америку и прожила 40 лет, и она по-английски вообще ничего не знала. Я постучался, она открыла двери, она была откуда-то из Европы, то ли из Чехословакии, то ли из Польши. Вообще по-английски ничего никак. А потом пришли родственники, я с ними поговорил и спросил, в чем же дело. Я говорю, она как, ну как, может быть, какой-то недостаток, не разговаривает, может быть, немая. Но с ней все в порядке, просто она по-английски говорит, слово не знает. Я говорю, как долго вы живете? 40 лет. То есть можно прожить в Америке 40 лет, не выучить ни одного слова. Можно прожить во Христе 40 лет, так и не узнать, кем же мы стали. Вот по этой причине мы возвращаемся к самому, к самому началу, скажем, к нашему духовному дню рождения, и смотрим, смотрим Слово Божие и узнаем, что же с нами произошло и кем мы стали во Христе и Иисусе. Здесь нет наших заслуг, здесь нет наших трудов, абсолютно мы здесь не участвовали. Мы поучаствовали тем, что мы поверили в Слово Иисуса Христа, мы поверили в благодать, мы поверили в прощение грехов. И вот это была маленькая-маленькая дистанция, которую мы прошли в первый раз. Сделали первый, самый первый шаг в сторону Иисуса Христа, в сторону спасения. И таким образом мы родились во Христе. Мы родились во Христе. И вот с этого момента началась наша духовная жизнь. Вечность началась. То есть есть точка отсчета и уже дальше уходит в бесконечность. И теперь мы узнаем, кем же мы стали во Христе. То есть так же, как и ребенок когда-то рождается, он сразу не понимает, кто он такой, что он такое. Но когда он вырастает, он понимает, девочка он, мальчик, как пользоваться руками, как писать, он учится этому всему. У него идет какой-то рост, какое-то продвижение. Да, хорошая аналогия. И родители, когда смотрят на ребенка, они смотрят на него как на человека. Они не смотрят на него как, скажем, первый год он будет у нас как собачонок. Мы будем так к нему относиться. Но он же не человек, не понимает ничего. А уже на второй год он уже будет как дельфин. Дельфины это более такие развитые существа. А уже на третий год, если он начнет разговаривать, вот тогда мы будем с ним уже что-то, о чем-то договариваться. Так такое не происходит. Родители с самого первого дня смотрят на своих детей, понимают, что это кровь от крови, плоть от плоти, кость от костей. Это все, говорит, свой, наш, вот эта частичка наша. Наша кровинушка, как мы говорим. То есть мы понимаем, что дети это наше продолжение. Несмотря на то, что ребенок вообще никак не реагирует, не соображает, ну еще не развит, не развит. Но тем не менее он является ребенком. Все документы, везде зачислено имя, фамилия, отчество, что он настоящий человек, дата рождения, принадлежность, абсолютно все есть. Вот та же самая аналогия происходит с теми, которые родились во Христе. Бог на них смотрит со своей точки зрения. Мы будем читать наши духовные архивы, почитаем, что же с нами произошло. И в небесном, скажем, духовном отделении, в духовном офисе, лежат данные, которые говорят и свидетельствуют о том, кем мы стали во Христе Иисусе. Потому что, опять-таки, это не наши заслуги, не наше участие. Мы никак не поспособствовали, чтобы стать святыми, верными, искупленными, прощенными и так далее. Наша задача была только согласиться. И вот когда мы это сделали, Бог нам вменил. Он сделал нас и провозгласил в духовном мире. Уже как мы тут считаем, это уже по нашему развитию или недоразвитости. Мы уже смотрим, насколько мы оцениваем самих себя. Вот так как мы узнали о себе, так мы о себе и расцениваем, так мы о себе и думаем. Мы по-другому мыслить не можем. Если человеку внушают постоянно, что он не святой, он так и мыслит, что он не святой. Хотя Бог на небесах записал святой и так далее. Мы сегодня повторим. Вменяется ли эта святость, если человек как бы не принимает ее? Здесь вопрос немножко другого характера. Вменяется на первых порах. Человек должен... У него есть отрезок времени, называется младенческий период. И в этот младенческий период человек должен разобраться, кто он есть. Если человек не воспользовался этим периодом, в Писании это названо начало учения. Их нужно узнать, их нужно усвоить, впитать и двигаться дальше. Когда, например, человек, скажем, ребенка взять на 5 лет, посадить в одиночную камеру и никакого с ним контакта, то это получится зверь, а не человек. Разговаривать не сможет, общаться не сможет, думать правильно не сможет. То есть будет внутренняя деформация этого человека. Умственная деформация, искаженный вид будет и восприятие. Точно так и с верующими людьми. Если они в определенный, в данный им отрезок не двинулись, у них искаженное представление о себе, о Боге, о реальности, о том, что вокруг них происходит. Вот есть, например, люди дальтоники, они не различают цвета. Вроде бы нормальные люди, с виду здоровый человек, но он не видит, не может сказать, какой цвет. То ли черный, то ли зеленый, то ли желтый. Вот он не различает. Они различают, но где-то попадают, где-то нет. То есть какие-то цвета они не видят. Точно так и духовный человек, если он не узнал, кто он есть, духовные вещи, он неправильно будет смотреть на окружающую среду. Он будет пугаться, он будет страшиться, неправильно себя вести. Спасен он или нет? Как я уже сказал, на первых порах спасен. Но дается отрезок времени. Написано, что младенческий период – это плотской период. Если человек задерживается там, и вот это время, отделенное на младенческий период, у каждого разное. У кого-то год, у кого-то два, у кого-то может быть пять. При сегодняшней обстановке мы очень много слышим. Сегодня нас не выгоняют из собраний, правда? Сегодня мы приходим, гонений сегодня нет, по крайней мере в Америке. Мы свободно приходим, в любую церковь приходим, ну за исключением, если, конечно, свои братья не гонят, потому что в некоторых церквях запрещают общаться с братьями. Запрещают. Говорят, это братья во Христе, но с ними общаться нельзя. То есть это уже совсем другое гонение. Мы уже об этом говорили, что сейчас гонение внутри церкви. Есть волки, которые запрещают братьям и сёстрам общаться. Вот они как-то клины вбивают, но это не наша тема. И поэтому, если человек не воспользовался, скажем, детским временем, или вот этим отрезком времени, то он умирает. Написано, если живёте по плоти, то умрёте. Так говорит Писание. То есть даже если ходит человек в церковь, ходит и посещает, вот ему сказали, ты покаялся, теперь надо тебе каждое воскресенье ходить в церковь, например, да? Да не только ходит, ездит на Мерседесе, на самом новом. Не помогает. Не помогает. Если он духовно не растёт, если духовно не растёт, то ли он там на инвалидной коляске привозит, то ли на самом дорогом автомобиле приезжает. Разницы нет. Если он духовно не растёт, не выходит из младенческого периода, умирает. Так говорит Писание. Уже какой отрезок времени, мы не знаем. Писание не говорит. Но то, что наступает смерть, это видно однозначно. Об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам. Восьмая глава говорит, если живёте по плоти, то умрёте. И там других выходов нет. Хорошо, мы давайте вспомним то, о чём мы говорили в прошлый раз. Бегло пройдём и будем двигаться дальше о наших... Будем читать наше досье, наше личное дело, которое записано в духовном мире. И нас там прекрасно знают. Христос говорит, сравнивая человека с городом, стоящим на верху, на вершине горы. Светящийся город. Свеча. Свет исходит. То есть нас там в духовном мире знают. Каждого из нас знают. Мы иногда не знаем. Мы думаем, что мы пещерные жители, такие самые уже приземлённые. Мы и прах, и пепел. А Господь говорит, да вы свеча, да вы город, да вы наверху, да вы на высоте. Я же вас поднял. А человек вот из-за незнания имеет ложное смирение. Ложное смирение навязано, конечно, врагом душ человеческих. Это он не хочет, чтобы вы узнали, что вы святой и представитель тому, которому назначена благодать, и искупленный, и прощённый, и наследник, и так далее. Давайте мы вкратцах сегодня пройдём то, о чём мы говорили в прошлый раз. Возвращаясь к моему вопросу, кто же такие святые? Как вообще это слово, святость, что это такое? Святые. Иногда у людей сравнение святое, это значит, должно быть в папахе, например, как у православных. Святой, значит, в белой одежде. Вот, святой это, во-первых, отделённый, отделённый из какого-то общего количества. Отделён из общего количества. Например, в храме было много различных предметов. Например, были, ну, чаша, да, куда-то наливали воду. У каждого в доме были тоже подобные чаши. Но та чаша, которая была в храме, она была отделена. Её нельзя было приносить домой, варить в ней, ложить что-то туда, наливать. Она была отделена, выделена из общего количества специально для служения в храме. Так вот, святой это, во-первых, отделённый. Бог нас взял и отделил, как Он отделил Израиля от египтян. Они были вместе, жили в одной стране, перемешаны были. Вот. Но когда они вышли, Бог отделил, Он вывел их. Это первое. Святой это отделённый. И второе, это святой человек, или святость, это посвящение. Посвящение. Не просто отделение, а человека предназначили для какой-то роли, для какой-то работы. Как, например, колено левия. Не просто отделили, чтобы они отдыхали, не работали. Их отделили, чтобы они служили в храме. Священник, во-первых, отделённый от общества, во-вторых, посвящённый на какое-то дело. Следующий момент. Кстати, мы, вот эти все пункты, о которых мы сегодня будем говорить, они записаны в послании к Колоссянам. Мы сейчас концентрируем наше внимание на послании к Колоссянам и рассматриваем вот те удивительные стороны, которые там записаны. Вот узнаём, кто мы есть. Чисто вот по посланию к Колоссянам. Апостол Павел называет их верными. Верными. Почему верные? Мы читаем в послании к Колоссянам, что был такой человек, Епафраас, который занимался с Колоссянами, то есть проводил какие-то классы. Это не было, может быть, и собрание тоже было, не исключено. Но здесь речь идёт о систематическом изучении Писания. Систематическое изучение Писания. Есть, как мы знаем, общее образование. То есть мы умеем читать, писать, плюс-минус там что-то знаем. Но есть конкретное образование. Человек идёт в школу, в колледж, в высшее учебное заведение. Так вот, Епафраас занимался как раз-таки высшим учебным образованием. Он образовывал людей. Он учил, он духовно их поднимал. Он говорил, кем они являются во Христе. Это была одна, это база была. Закладывал плотный, твёрдый фундамент духовный. Без этого, кстати, человек не может выстоять в этом мире. Выжить не сможет. Без этой базы духовной. Без этой базы. Человека можно толкнуть, человека можно, ну знаете, как-то на ура сказать. Зажечь как-то, да? Зажечь, да, вот душевно. Давай мы такие, церковь у нас громкая, сейчас с музыкой. А что если музыку убрать? А что если одежду красивую убрать? А что если красивые фразы убрать и взять нас, поместить куда-то, знаете, в колхоз среди коров, среди овец, свиней, среди там, где нас будут заставлять работать, в керзовых сапогах ходить. Понимаете, ведь дух-то наш не поменяется. Ведь наше положение во Христе не поменяется. Я думаю, там ноги откроются, христиане они или нет. Сегодня христиане, много людей, вот знаете, таких фальшивых, накачанных, как-то их взбодрили, как-то их подтолкнули, преждевременные роды вызвали, и человек побежал, говорит, ой, я уже такой святой и все остальное. На самом деле святой, слава Богу. Но если тебя только накрутили, что ты святой, то эта святость быстро осыпется, она улетучится. Вот колоссяне относились к числу верных, а полос их, а и по фраз, извиняюсь, и по фраз их учил, они слушали, читали, изучали и исполняли в жизни. То есть это были практики, не теоретики, а практики. Верные, это как бы постоянные люди, они постоянно занимались этим изучением. Не только занимались изучением, верный будет примерно так. Ты, Вася, ходишь в школу, получаешь домашнюю работу, делаешь и получаешь пятерки. Если ты ходишь в колледж и получаешь двойки, ты неверный. Можно ходить в собрания, можно слушать, но можно не исполнять в жизни. Если человек не применяет то, что он слышит, он неверный. Слышит, то слышит, а исполнять не исполняет. Неверный. Но опять-таки здесь нужно сделать как бы такое замечание, что неверный так может быть по какой причине. Человек не понял точно, что ему нужно делать. Например, человеку сказали, ты должен любить. А он не знает как, он не может, он не научен. Но, конечно, любить он не сможет. Или говорят, ты должен прощать. А как он будет прощать? Его не научили. Ты должен терпеть. А терпения нет, он взрывается. Как он будет терпеть? То есть, с одной стороны, старшие скажут, мы же тебе говорим, что нельзя грешить, нужно прощать, нужно любить. Вот иди и исполняй. А человек говорит, а я не в состоянии, я не знаю как. Так вот, епофраз не только требовал, как бы требования выставлял, он научил и как этого достичь. Так сегодня у нас в церквях должно быть. Мы должны слушать не только, что мы должны делать, мы должны услышать и как это сделать. Вот это нам поможет. И при этом, когда мы слышим, исполняем, мы являемся верными. Далее апостол Павел пишет к ним, называет их детьми божьими. Детьми божьими, дети божьи. Что такое дети божьи? Это, наверное, какая-то связь между ними есть. Очень часто мы говорим дети божьи, как, ну, человек просто родился. Кстати, такое одно мнение есть, будто бы все дети божьи. Раз ты человек, написано, что Бог сотворил Адама. И дальше уже пошли. Бог-то сотворил, Бог сотворил. Значит, мы его дети. То есть, все люди автоматически его дети. Но это не так. Христос некоторым людям говорил, что вы дети дьявола. Поэтому не все дети божьи. Дети детьми становятся те, кто родился свыше. Если человек рожден, он сын, он дочь. Мы читаем к евреям 2 главу, 12 главу, 11-12 стихи. «Ибо и освящающие, и освящаемое все от единого. Поэтому он не стыдится называть их, то есть нас, братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим посреди церкви воспою тебя». То есть, Христос нас не стыдится называть братьями и сестрами. Неужели, Ром, именно братьями? Потому что такое, как бы название такое громкое. Вот братья. Как будто на одном уровне со Христом стоим. Одна семья. Мы не только можем, мы должны называть Христа своим братом. Христос, например, не стыдится. Он не стыдится называть их братьями. Он называет нас братьями. Считаю ли я себя за брата Христа? Это другой вопрос. Я могу набраться, скажем, непослушания и сказать, а я себя так не считаю. Я могу набраться ложной скромности и сказать, какой же я брат. Я не брат, я сестра. То есть, мы можем смотреть на себя. Я думаю, вы поняли, о чем речь идет. Люди иногда занижают себя, занижают свое состояние духовное. Занижают настолько, что не соглашаются со словом. Говорят, мы скромничаем, мы скромненько. Мы где-то на последней лавочке у порога. Вы знаете, это очень опасное состояние, если мы вот своеволием противимся тем названиям и тем, Господь говорит, я вас купил, заплатил, я вас родил, я вас принял, пригласил в семью, вы мои братья. И если мы называемся уже не братьями или не можем себя назвать братом Иисуса Христа, вот здесь проблема возникает. Этим какая-то гордость выказывается у человека. Не гордость больше как невежество. Больше он как не ценит слово, не ценит жертву Иисуса Христа. Вот не ценит. Он прислушивается к своей плоти. Что же плоти ему скажут? А что же чувства ему скажут? А вы знаете, чувства наши никогда не скажут, что мы дети Божьи. Наши чувства, наша плоть на небесах не было. Она не почувствует и никогда не переживет то, что мы внутри пережили, то, что Бог с нами сделал. Плоть наша никогда не почувствует. Поэтому с ней советоваться не нужно. Мы являемся объектом благодати. Это как понять, какой это объект? Объект благодати – это мы стали целью или мишенью. И Господь говорит, у него масса благодати. Написано «богатство благодати». Вообще, давайте остановимся на слове «благодать». Что такое благодать? Любезность, благосклонность, благожелательность, доброта, любовь и так далее. Вот это благодать. И вот это все Господь хочет направить на нас, на детей своих, на новых детей. Вот только родились, вот масса благодати направлена. Как же нам получить эту вот благодать? Благодать, ну, во-первых, мы должны знать, что раз мы стали во Христе, то к нам благодать направлена. Благосклонность Отца, не наказание, не ожидание, что не сегодня-завтра вас выбросят из Христа, потому что люди иногда мучаются, в таком страхе находятся, во Христе я еще сегодня или нет, как бы меня не выбросили. Если мы знаем, если мы знаем свое духовное положение, не выбросят вас просто так. Выбрасывают, потому что мы ничего с собой не делаем, с духовным состоянием ничего не делаем, бесплодными остаемся, вот тогда отрезают. Но если мы идем, так сказать, по пути духовного развития, то все сохраняется во Христе, благодать, запечатленный на небесах, член Иисуса Христа и так далее. Все сохраняется при условии, если мы правильно духовно двигаемся, если мы духовно развиваемся. Если мы, конечно, беспечны к своему состоянию, ну, раз Бог сделал, значит, наверное, так навсегда и останется. Как хозяин раздал своим рабам талант и вернулся назад, потребовал отчет, а он говорит, ну вот тебе твое забери. Говорит, а что ж ты ленился? Как же ты ленился? Я тебе дал, как рабу, я на тебя рассчитывал, почему ты не работал? Многие сегодня занимают такую позицию, раз Бог меня спас, пусть Он за меня и работает, пусть за меня как-то Он там и изучает то, что надо. Вот такое лукавство проявляют. Так что мы стали объектом благодати. Господь хочет дать нам добро. Добро, благо, радость, милость и так далее. Вот эта цель мы должны ожидать. Для этого Он нас создал, сотворил, родил во Христе, чтобы оказать нам богатство благодати. То есть, Ром, ты хочешь сказать, что Бог прям стоит и хочет нам сделать что-то доброе или что-то приятное в нашей жизни. Представь себе, Вася, мы с тобой разговариваем, а там к тебе сейчас подъехал трак, весь забитый посылками разными на всю твою жизнь, все, что тебе надо. Там мешок, допустим, денег стоит, мешок там хлеба, купоны какие-то, одежда, автомобиль стоит, книги тебе на школу. Все, что надо, все там есть. Ты просто этого не видишь, а там все есть. Во Христе мы духовно упакованы. Просто необходимо узнать, что же нам Бог дал. И по мере нашего узнавания мы получаем, мы приобретаем. То есть, Бог дает нам все, но автоматически мы не берем. Мы можем взять только по вере. Через Писание мы узнали, какую благодать нам хочет явить Господь. И вот через это познание у нас появляется вера. С верой ты приходишь и говоришь, Господь, я уразумел, я понял, вера есть, дай. И Господь дает. Сразу дает. Вот здесь мы сомневаться уже не можем. Интересно. Нужно будет попробовать. Попробовать надо, да. Попробовать надо. Это работает. Следующий момент у нас – искупление. Что же такое искупление? Искупление – это законно перейти в чью-то собственность. Когда рабов покупали раньше, вот с одного состояния раб, например, его кто-то за него цену отдает и покупает его, и он уже становится рабом другого рабовладельца. Да, раньше вот рабов продавали. Они принадлежали одним людям, потом переходили в собственность другого человека. И мы сегодня перешли, «Христос нас перекупил». Или написано «пленил плен». Мы были в плену, «Христос пришел, отвоевал нас». Вот этот плен, мы были в плену, отвоевал, забрал себе. То есть перепленил. Он не просто нас вывел из плена и распустил. Идите куда хотите, куда глаза глядят. Чего же нам сейчас это дает, как бы искупление? Вот как себя найти в этом искуплении? Видишь, мы сегодня живем во время демократии. Нам сегодня очень трудно согласиться с искуплением. Сегодня очень мало людей согласны с искуплением. Они себя не считают искупленными. То есть у них понятие искупления – это Бог нас выкупил из греха, вернее, выкупил нас из состояния осуждения, выкупил и просто пустил на волю. «Делайте, что хотите, вольно наемными». То есть у них половинчатое понятие об искуплении. Вот взять, например, из Израиля. Когда Бог выводил их из Египта, да, нужно было жертву, да, нужно было косяки помазать. Таким образом они были спасены. Но спасены зачем? Чтобы потом всю жизнь по пустыне ходить? Нет. Цель была обетованная земля, храм, служение Богу, выгнать язычников. У Бога там еще был дополнительный план. А евреи, конечно, оттянули этот план на целых 40 лет. Богу пришлось ждать, и другие люди, целые нации грешили из-за того, что люди засомневались в силе Божьей. Поэтому понятие искупления – это, во-первых, знание, что мы перешли в чью-то собственность, что мы, в принципе, не свои. Что это значит «не свои»? Мы, да, мы это в общем. А вот в частности. В частности, например, взять наш ум. Ум. Что мы делаем нашим умом? Кстати, у нас телефонный звонок. Мы принимаем, пожалуйста. Алло, братья, я вас приветствую. Приветствуем. Давно мы с вами не общались. Да, как ваше здоровье? Ваше тема хорошая насчет нашего возраста духовного. И духовного возраста, и духовного состояния. Ну да. Слушайте, я вот сижу и думаю, слушаю и думаю, почему наши проповедники проповедуют, ну, Слово Божие так проповедуют, как здраво, по-настоящему, но никогда не засвидетельствуют, как они победили ту или иную сторону. Ведь побеждающий наследует все. И побеждающему дам вкушать манну, ну, в откровении там написано. Братья, я все-таки думаю, если человек что-то получил от Бога, преодолел какую-то трудность, он должен свидетельствовать, как в откровении написано, за свидетельство, и кровью анцев были омыты одежды, за свидетельство. Конечно, просто так прочитать Слово Божие и все. А ты скажи, покажи дорожку тому, который хочет пройти, но и не может. А волчат... Ну, я хочу здесь немножко сделать вставочку. Вы так говорите, например, в нашей церкви постоянно люди выходят и свидетельствуют. У нас свидетельство. У нас всегда после первой проповеди люди выходят и говорят об исцелении, об освобождении, об откровении, как Господь их остановил, предупредил. Свидетельство есть. Это... Ну да, в разных церквях я могу не знать, в каких церквях это делать. Ну, я думаю, что в церквях у святых это есть. Я, например, знаете еще чего? Вот идет человек, да? Он... Я им в молитве своей, Господи, помоги пройти через трущобы ада и их продвигать нужно, эти трущобы, для того, чтобы и ты оцарапаешься, ты и одежда твоя изорвется. Но ты уже пробил эту брешь. Вслед за мной им легче идти, если я это делаю. А если я это не делаю, а еще и промолчу, да ладно, как говорится, талант закопал, и я-то получил, а ты теперь в это... Ну, я думаю, у меня бедный лексикон, я не могу выразить... Я понял, я понял, что вы хотите сказать, да, это очень хорошее замечание. Это, братья, давайте будем откровенными, а знаете чего. Я еще обращаю внимание на местописание и говорит, если бы я скрывал свои проступки, как человек, утающий в сердце пороки, я бы боялся большого общества. Тогда я из одной церкви выходила и уходила в другую церковь. Она больная, да, я говорю, я не скрываю, что я здоровая, я больная, я пришла ко Христу, потому что я больная, Христос ранее таких пришел. Отчего же вы здоровые, откуда вы взялись здоровые, которые умные сильно, отчего вы? И вы нами командоваете, давите на нас, давите на таких больных, на грешных, которые пришли ко Христу. Вот обратите внимание, а тот человек, который, говорит, на море не бывал, страху не видал, по-настоящему Богу не молился, то близко горе и нужды не видел, кто-то людям сострадать не может. Вот победил бы сам человек, вы, еще не до крови сражались, подкидаясь против греха. Братья, благослови вас, Господь. Спасибо. Ну, хорошо, сестра хочет, чтобы мы поделились свидетельством. Ну, далеко ходить не будем, сегодня у нас четверг, во вторник у нас был разбор, вот, и мы на разборе говорили там, я приводил такой пример, что с одним человеком разговаривал, и с утра он говорит, у него что-то, ну, слабость такая в ногах, в ноги отдает. И я так внутри себя молюсь, говорю, Господи, как же ему помочь этому человеку? Вот, что ему сказать, какое слово? Слово об исцелении много, в Библии, Библия полна местами исцеления, и люди верующие это знают прекрасно, их много. Я говорю, Господь, ну, каким словом я могу здесь воспользоваться? И мне приходит на память вот, 52 глава Исаии, 7 стих, там говорится так, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Но мне Господь послал на память этот стих, и я говорю тому человеку, говорю, знаешь что, ты расскажи, что ты сегодня читал. И вот он начинает рассказывать, я читал там с такой-то, с такой-то главы то-то и то-то. Я говорю, хорошо, что еще ты читал? И он начал мне рассказывать, что он сегодня читал, что вчера читал. Для чего я это делал? Для того, чтобы он благовествовал мне мир. В Писании-то говорится о мире, это же Слово Божье. И я думаю, согласно этому слову, если он будет благовествовать мне мир, то у него ноги выздоровеют. Как прекрасно на горах ноги благовестника. Прекрасны станут. Давид пишет о ногах тоже, что если человек благовествует, то ноги у него будут в порядке. Таким образом, я человека побуждал к тому, чтобы он благовествовал мир. И вы знаете, после того, когда он рассказал, это мне все, у него ноги укрепились. То есть выздоровел человек. Да, ноги укрепились и стали здоровы, стали в порядке. Энергия пришла. Ну, свидетельство на этом не закончилось. Среди людей, которые были на разборе, сидел один человек, у которого колено было больное. И он говорит, думает, надо же, если только это работает, так я на себе это буду применять. Я буду применять для себя. И он говорит, я внутри принял такое решение. Вот я тоже прочитаю, поделюсь, буду благовествовать. В конце разбора он встает на молитву, чувствует, нога не болит. Ну, там в колене была проблема, колено не болит. Говорит, я присел, не болит. И после разбора он делится, говорит, я только принял решение благовествовать, еще никому ничего не сказал. И исцеление уже произошло. Говорит, верьте или нет, исцеление произошло. Слава Богу. Вот сестра хотела, чтобы мы поделились свидетельством. Свидетельств очень много, масса свидетельств. И в церквях у святых это есть. Люди выходят, люди свидетельствуют. Бог живой, он проявляется и в исцелении, в откровении, в освобождении, в прояснении. И Бог страх дает свой необычный, человек боится грешить. То есть Бог проявляется многократно, многообразно. Поэтому Господь у нас сильный. Мы верим в Иисуса Христа. Мы верим в Бога. Не просто в теоретического, а в реального, в настоящего, который жил, живет и будет жить. Вечно живой. Этот Бог сегодня с нами. Этот Бог внутри нас. И Он нас называет сегодня святыми, детьми своими, объектом благодати, искупленными. Мы остановились на искуплении. Я хочу продолжить эту мысль. Наш ум искуплен. Что это значит? Если Бог нас искупил, Он искупил наш ум. Мой ум должен теперь пропитываться Его словом. Он мой ум купил, или мой инструмент помышления приобрел в свою собственность. Говорит, вот ваш инструмент. Вы своим умом можете размышлять. Я вам даю продукцию, которую вы должны перерабатывать своим умом. Я вас купил для своего дела. Не просто вас освободил, не просто простил. Я вас купил, чтобы использовать ваш ум, чтобы в этот ум теперь вкладывать свое слово. Да вселяется слово обильно, да вселяется со всякой благодатью, да изучайте, да вникайте, да размышляйте, да ищите. К чему относятся эти слова? К нашему уму, чтобы наш ум активно работал. Дальше Бог искупил нас, наша воля. Мы свою волю должны преклонять или направлять на на слово Божье. Смотрите, что написано в первом псалме. Там написано «блажен муж». И в чем же выражается это блаженство? Там говорится «он не ходит, не сидит и не стоит, но в законе Господа» это псалом 1-2 стих, «но в законе Господа воля Его». И о законе Его размышляет он день и ночь. То есть, то, что Бог хочет, то он и делает. Давид четко понимал, что он принадлежит Богу. Давид оказался приобретением Божьим. Он теперь Божий инструмент. Это как я взял гитару. Допустим, человек неверующий покупил гитару в магазине и играет свои там неверующие песни. Если я куплю гитару, я буду играть уже совсем другие песни. Инструмент. Здесь важно, в чьи руки попал инструмент. Мы попали в руки Божьи. Господь говорит, давайте будем играть духовные аккорды. Какие? И вот он здесь говорит, «в законе Господа воля Его». Значит, я свою волю, у меня воля есть, мое решение, мое право выбора. И вот я свою волю направляю, чтобы изучать Слово Божье. Волю направляю. Почему сказано волю? А потому, что чувства могут прийти, нежелание, лень, некогда может быть и так далее. Воля моя для того, чтобы направлять сюда. В законе Господа воля Его. Что Бог хочет, и я этого хочу. Я заставляю себя хотеть. То есть, это не Бог все сам за нас делает? Нет, конечно. Он же нас роботами не сделал. Говорит, я вашу волю искупил, чтобы вы добровольно теперь эту волю направляли в мое русло. Вот, что хочет сделать с нами Господь. Следующий элемент. Память. Господь нашу память искупил. Как же память? Вот память, она интересная такая вещь, всегда все все забывают. Что-то забывают, а что-то так долго помнят. Например, Бог прощает грехи и не вспоминает, а человек помнит. Как же так? Человек помнит грехи? Свои, чужие грехи помнит. Бывает, человек исповедал грех, а этот грешок в памяти сидит. В памяти сидит и не выходит. И человек говорит, грех напоминает. Я уже каюсь раз и два, и десять, и двадцать раз. Что делать? Наверное, буду поститься. Не помогает. Куда-то еще поехать. Что-то еще сделать. Не помогает. Память. Помнит человек. Писание говорит, что Бог забывает. Значит, я должен сознательно выбросить это и не соглашаться. Я отказываюсь от этого греха. Почему? Бог простил, Бог очистил. Места этому греху нет в моем сердце. Один раз исповедал, достаточно. В Ветхом Завете приносили жертву один раз за грех. Не приносили. Как бы принесли овечку за грех. Господь говорит, недостаточно. Еще одну. Принесли еще одну. Почти. Еще одну. Такого не было. Принесли животное и греха не стало. То есть, был поставлен какой-то стандарт. Если человек этот стандарт выполнял, условия, то тогда Бог со своей стороны тоже какое-то условие выполнял. Например, принеси овечку, я прощаю вам грехи. И сейчас так же и в Новом Завете. Исповедуй свои грехи перед Богом, попроси прощения, и Бог тебя прощает. Вот таким образом мы очищаем память, очищаем совесть. И даже шрама никакого не остается. Не остается. Он еще там и маслом помажет, и вином польет, чтобы обезвредить, чтобы обеззаразить, чтобы никакая инфекция не попала. Господь лечит Духом Святым. Поэтому искупление памяти произошло. Искупление чувств произошло. А что такое чувство? Чувство – это орган восприятия. Если я попаду, скажем, в среду тех людей, которые говорят скверные слова, я буду слышать, я буду ощущать, я буду понимать. Это будет входить в мои уши. Господь говорит, вот человек блажен, он в такое общество не ходит. Там, где сплетничают, там, где наговаривают, там, где пустословят, там, где плотские разговоры, плотские интересы. Он говорит, а я туда не хожу. И смотрите, это пишет Давид. О ком он пишет? Об израильском народе, он о язычниках не пишет. То есть, среди евреев были те, которые занимались грехами, которые занимались пустословием, сквернословием, всякой-всякой такой ерундой, которые недуховные вещи. Давид говорит, а зачем я буду на это тратить время? Я хочу быть блаженным. Сегодня быть блаженным тоже можно. Желательно. Господь нас призывает к блаженству. Что для этого нужно сделать? Избегать всякой ненужной литературы. Не заполнять, не засорять разум. Человек прочитал литературу и окунулся туда. Потом говорит, я чувствую. Ну, конечно, ты будешь чувствовать. Потом мы разговариваем с людьми. Человек начинает говорить всякие грехи, всякие плотские вещи. Сказать, я слушать это не буду. Ты мне наговоришь, а я буду чувствовать потом. А мои чувства искуплены. Я могу чувствовать, могу позволять себе соприкасаться только со словом. Со словом. Не с плотью, не со смертью. Со словом. Если ты мне ничего хорошего не говоришь, я тебя слушать не буду. А если вот человек, например, прощение попросил у Бога и не чувствует облегчения, вот у него таких чувств нет. Вот как это понять? Если это не чувство, это плоть посылает ощущение непрощения, осуждения. Смотри, когда человек согрешил, вот здесь плоть не напоминает о грехах. То есть до покаяния обличает совесть. Ты согрешил, ты согрешил, ты согрешил. Когда человек покаялся, совесть успокаивается, плоть включается. Ты же согрешил, ты же согрешил. И вот здесь человек путается, думает, то ли это совесть говорит. Ну, раз о грехе, наверное, совесть. После покаяния уже не совесть говорит, это говорит клеветник, это говорит плоть. Это плоть нас заставляет, чтобы мы засомневались в прощении. То есть до покаяния плоть молчит о грехах. Плоть не будет говорить, совесть напоминает. Как только человек покаялся, плоть включается, как будто тот же самый голос. Но здесь его уже слушаться нельзя, потому что это клевета идет, будто бы вас Бог не простил. То есть такое вот искупление имеет очень, знаете, четкие границы. Бог искупил наш ум. Помышлять мы должны о чем? О горнем, о том, что правильно, свято, чисто, верно, о слове помышлять. Воля. Направлять свою волю на чтение слова, на размышления. Не всегда это будет автоматически хотеться. Память наша искуплена. Вот выбрасывать из памяти грехи, очищать свою память от грехов, заполнять словом. Слово помнить должны. Плотские вещи можно забыть. Бог очистил наши чувства. Это говорит о том, искупил наши чувства. Это говорит о том, чтобы мы своими чувствами, органами восприятия не касались мертвичины, не прикасались, не слушали, не смотрели, с друзьями, чтобы не говорили на эту тему, удалялись от этого. Можно даже сказать, чтобы не доверяли чувствам, бывает, потому что они обманны, эти чувства. Ну, чувства, которые внутри, это другое чувство. А вот чувства, когда, если, например, я палец опущу в кипяток, я буду чувствовать, что горячо. Так вот, моя задача не опускать палец в кипяток, чтобы я не чувствовал ожога. То есть, моя задача не окунаться в какие-то ереси, в какие-то плотские вещи. Почему? Я автоматически буду чувствовать. Поэтому моя задача не соприкасаться с мертвым. Если это и произошло, нужно очищение. Следующий момент, это наследство. Мы получили наследство, потому что стали детьми. Мы будем быстро идти, потому что у нас время, время бежит. В прошлый раз мы остановились на моменте избавления от власти тьмы. Мы стали, Господь избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство Сына Своего. Это очень тоже интересный момент, когда произошло не просто прощение грехов, о избавлении нас от власти. Помните, раньше мы сказали, что Христос, вот о Христе сказано, Он пленил плен, то есть победил какую-то силу и высвободил нас. То есть Он не просто простил грехи, это прощение произошло. Он еще нас, скажем, удалил от власти. Он перенес из одного царства в другое. Смотрите, сказано царство тьмы. Царство, значит, там есть власть, там есть структуры, там есть давление, свои законы, и человек живет по этим законам. Написано, Дух господствует в воздухе. Нечистый Дух господствует. Что значит господствует? Управляет умами, управляет чувствами, управляет людьми. Так вот, Господь освободил нас от власти. Нечистый Дух над нами власти не имеет. Царство Сатаны над нами власти уже не имеет. Бояться нам нечистых духов мы уже не можем. Бог освободил нас во Христе. Давайте мы посмотрим, каким образом это произошло. Каким образом? Вот Колоссянам во второй главе сказано так. В нем, то есть во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием христовым. Быв погребены с ним крещение, в нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Представьте себе, представьте себе, вы поднимаетесь, вот вы можете себе представить в роли альпиниста. Вася, представляешь себя в роли альпиниста? Да, представляю. Альпинист вот по, скажем, по заснеженной стене карабкается вверх. Вот карабкается вверх. И вот у него там с собой мешок, там рюкзак, столько там груза у него, и вот он этим самым топориком, или такой специальный, как молоточек, он это самое... Пытается подняться только вверх. Значит, он за... Как это такое слово специально есть? Короче, он вставляет, размахивается и вгоняет в скалу или вгоняет в лед этот топорик и держится за него. И вот он чувствует, что этот топорик начинает, или вот этот лед начинает трескаться, и он потихоньку совывается вниз. Ему говорят сверху, рюкзак выбрось, потому что рюкзак у тебя весит 50 килограмм, выбрось его, и это тебя спасет. И вот здесь человек может... Здесь решение человека выбросить рюкзак и остаться живым. Или же держать рюкзак и вместе рухнуть в пропасть. Что делать? Вот Господь что делает? Он нас спасает благодаря отстегиванию нашего рюкзака, который называется плоть. И таким образом вытаскивает нас. То есть мы освободились от тяжести, которая тянула нас вниз. Смотрите, как сказано. В нем вы обрезаны. Вот этот якорь, вот этот груз, который нас тянул, отрезан. Отрезан. Сказано, в нем вы обрезаны. Во Христе обрезаны. С овлечением, то есть снятие греховного тела плоти. Ну что такое тело плоти? Сейчас мы коснемся в небольших деталях. Но первое, нам необходимо уяснить, что апостол Павел пишет колоссянам, он пишет, потому что и по фразам уже просветил в этой области, и он пишет, что вы уже обрезаны во Христе. Во Христе произошло освобождение. Какое освобождение? Он пишет об избавлении от власти тьмы. Оказывается, у человека внутри сидел агент смерти, который тянул его постоянно вниз, который постоянно ему мутил голову, который противился Богу, восставал против слова, не позволял человеку поступать по духу. Агент внутри сидел. А Бог нас от этого освобождает. Бог освобождает от этого агента. Он его парализует, говорит, вы свободны, снимает с нас. Агент уничтожен. Уничтожен. Так написано. В нем вы обрезаны, освобождены, отрезаны, освобождены. Произошло самое настоящее разделение, разрыв между нами и плотью. Так говорит Писание. Знаем ли мы об этом? В духовном мире об этом знают. И, кстати, это произошло автоматически. Мы здесь никак не поучаствовали. мы во Христе все умерли. Верующие, неверующие, буддисты, атеисты, коммунисты, неважно кто, вообще неважно кто. Все написано, весь мир во Христе умер. То есть, освободился от рюкзака, освободился от якоря, который тянет нас вниз. Освободились. Почему почему он нас тянет вниз? По нашему незнанию. Наше незнание, это как антивера. Работает точно так, вера. Если я не знаю, рюкзак висит. Если я знаю, я его отстегиваю. То есть, это происходит до смерти Христа. Рюкзак настолько был привязан ко мне, отстегнуть было практически невозможно. Сейчас этот рюкзак отстегнутый. Господь говорит, снимите, стряхните его себя. Уже всё, уже Господь решил все вопросы. Вот ты, Ром, говорил про плоть. Что же, про какую же плоть тут говорится? Про какое же тело плоти? Что это такое? Вообще это вопрос с одной стороны очень сложный. Сложный в том плане, как мы человек внутри устроены. У нас много разных органов. По сути дела, человек биологическое существо, простое. Но когда заглянешь вовнутрь, всё настолько сложно, что институты не могут разобраться, как работают органы. Когда мы говорим о внутреннем духовном строении, нам необходимо понимать, что есть душа, есть сердце. И вот плоть прицепилась к части нашего сердца. Она прицепилась, она просто как пиявка прицепилась туда. И таким образом она отравляет сердце, посылает всякие плохие желания, беззаконие, желание ко греху, желание вредить самому себе, желание бунтовать против Бога и так далее. То есть плоть прицепилась ещё в Едемском саду. И Господь говорит, я могу освободить вас от этого, я могу освободить вас от духовного вируса. То есть от вот этого заражения, которое идёт, заражение, которое идёт в сердце. Сколько ты в сердце добра не ложи, заражение всё портит. Апостол Павел пишет об этом, желание добра есть, сделать не могу. Почему? Плод мешает. Стал верующим человеком и понимаю, что обманывать нельзя. Не могу. Стал верующим человеком, хочу читать Слово Божье. Не могу. Не дают, как будто. Не дают, не получается. Я пробую, открываю Библию, засыпаю. Я начинаю читать, не могу понять. Прочитаю, мысли рассеиваются. не происходило ли такое с вами. Это плоть. Это плоть. Как же от неё избавиться, вот от этой плоти, которая действует постоянно и мешает нам? С одной стороны, люди мечтают избавиться, с другой стороны, мы читаем во втором послании Коринфянам, 5 глава, 14 стих, ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Смотрите, рассуждающих. Значит, нам необходимо рассуждать, каким образом? Если один умер за всех, имеется ввиду Христос, то все умерли, а Христос за всех умер. Значит, вопрос плоти, снятие вот этой плоти с нас совершилось. Что значит снятие плоти? Мы слышим слово плоти, а как же это вот увязать в жизнь? Плоть мы можем определить по проявлениям. Противиться духу, противиться, как мы уже говорили, хочу читать, не могу, хочу делать добро, не могу, хочу себя духовно дисциплинировать, не могу, ничего не могу, ничего духовно положительного не получается. То есть постоянно есть противостояние. Как будто под ножки кто-то ставит. Под ножки. Кто-то противоборствует. Вот я хочу, а кто-то меня утягивает в сторону. Вот хочу ехать прямо, соскальзываю вниз. Вот эта сила называется плоть. Плоть тянет, желание, пожелание, увлечение. Это плоть. Что же произошло? Христос говорит, если один умер, то все умерли. Так как мы умерли, смотрите, только половина пути. Давайте дальше пойдем, чтобы это все соединить вместе. Вот умереть со Христом нам не нужно стараться, вообще не нужно умирать, мы уже умерли. Писание говорит, что мы уже умерли, уже освободились. Когда же это включается? Когда же это замыкание происходит? А вот мы дальше читаем. В нем вы и со воскресли верою. Если только мы родились свыше, смотрите, родились свыше, воскресли, вот это нам сразу вменяется и смерть, и воскресение. Если я духовно родился, точно с меня плоть сняли. Сняли, ее уже нет, ее уже сняли, есть грех, который еще пытается провоцировать меня, но плоти уже нет, у агента нет, агента этого нет, агента уничтожили, агента убили, то есть теперь я могу слышать со стороны, что меня могут искушать, но заставить на грех меня уже не могут. И вот это надо знать, что так как я освободился от плоти, то всякие негативные желания не будут иметь успеха, всякая провокация не будет иметь успеха, всякий бунт и противостояние против Бога не будет иметь успеха. Апостол Павел пишет, уже есть сила, мы уже пленяем всякое помышление в послушании к Ту. Когда он начал пленять? Когда он понял, со Христом умер и воскрес. Вот эту истину надо принять. Когда мы принимаем, тогда она начинает работать. И, кстати, через это происходит избавление от власти тьмы. Человека уже тьма не контролирует, не манипулирует. Речь идет о верующих, которые покаялись, поверили в прощение грехов, но если они не верят в то, что они освободились от плоти, грех еще ими управляет. Вот этот агент подосланный, написано, жало смерти, управляет ими, манипулирует, давлеет, доминирует над ними. И для того, чтобы освободиться, необходимо мыслить так, как здесь написано, рассуждать. Если Христос умер, и я умер. Раз я умер, освободился. Раз освободился, плоть не имеет надо мной контроля. Не имеет. Вот это будет практическая ваша жизнь, когда вы будете направлять свое мышление, своей воле заставлять мыслить так, рассуждать. Потому что плоть не хочет, чтобы вы так рассуждали. Но ваша воля искуплена, поэтому вам необходимо направлять свою волю в русло этого стиха. Один умер за всех, все умерли. Я должен так мыслить и говорить за себя. Так как умер Христос, умер и я. По-другому я говорить не могу. И мыслить не могу, и не буду. Почему? Я же искупленный, разве свободный? Я могу по-другому мыслить. Разве может у меня быть другое мнение? Не может. Кстати, о мнениях люди очень часто говорят, вот у меня мнение такое, а у тебя такое мнение. У меня возникает вопрос, кем же они искуплены? Как они говорят, что у них есть право на свое мнение? Для меня это удивительно, мне это непонятно. Если Христос купил их волю, говорит, ваша воля только вот сюда, в слово, в текст, в истину. А у меня мнение свое. Думаю, раз человек так считает, наверное, не искупленный, или, наверное, не знает, что искупленный. Ну, младенец еще, да? Бывает такое. Дальше мы читаем, и вас мертвых, которые были во грехах ваших, вне обрезания плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи. Вот это уже происходит не автоматически, а по вере. То есть, умерли со Христом абсолютно все, вне нашего знания, со Христом 2000 лет назад, нас еще и не было тогда, но мы умерли, умерли со Христом, воскресли сегодня, когда поверили, поэтому срабатывает и смерть, и воскресение. Но это нужно знать. Как узнаем? Через слово. Узнаем, соглашаемся, мыслим, Господь открывает и работает. Про смерть очень красиво апостол Павел пишет Кремленам, 6-7 глава. Если кто-то, я просто хочу это сказать, потому что действительно огромная истина, если кто-то интересуется этим и хочет освободить себя от кучи проблем и от плоти, пожалуйста, прочитайте, поразмышляйте над этой главой. Там огромная сила. Я думаю, что сегодня я уже сказал, что мы живем во время демократии, и демократия это знаешь, то, что мы сегодня решили. Вот даже церковь решила. Ну что такое церковь? Церковь это общество людей. Вот как Духу святому угодно. Вот это уже другой вопрос. Решил ли А мы тут что мы можем решать? Мы тут можем что угодно решать, но сработает только то, что решил Господь. Вот это правильно. Поэтому нам необходимо направлять свой разум, свою волю, свои мысли только туда, только туда, если только мы искупленные, если только мы родились свыше. Читаем Колоссянам дальше, продолжение 14 стих, Колоссянам 2 глава. Истребив учение, учением бывшее нас рукописание. Значит, учение надо знать? Знать. Которое было против нас. Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Вот смотрите, такие сильные, очень ключевые слова, мощные слова. Отнял силы. Знаю ли я, что Христос победил сатану? Знаю ли я, что Христос победил всякую нечистую силу? Знаю ли я об этом? Есть христиане, которые еще находятся в фазе сомнения или непонимания. А как же нечистый дух? А вдруг придет? А вдруг сатана придет? Как же придет? Если Христос отнял силы, силы у них нет. Да, подойти может в виде искушения, в виде маленького искушения. Почему маленького? Потому что, во-первых, мы находимся во Христе, мы находимся в такой мощной оболочке, никакая нечистая сила туда пробиться не может. Сатана пробиться не может. Не может, не в состоянии. Снаружи могут нас вызывать. Ну, выйдите. Ну, пожалуйста, сделайте грех. Но дотронуться до нас не могут. Мы уже находимся вне сферы их прикосновения, вне сферы их действия, вне. Мы во Христе. Это надо знать. Мы же родились во Христе, поэтому нам бояться нечего. Христос отнял у них силу. Силу. Люди иногда провозглашают силу сатаны. У сатаны силы нет. Написано, Христос говорит, я видел, что он упал с неба. Упал. А вы знаете, что ангелы, когда мы читаем Даниила, другие, прилетел ангел. Ангелы прилетели, а этот почему-то упал. Что случилось? Летательную способность у него забрали. Летать уже не может. Мы понимаем, самолет прилетел, сел, или самолет упал. Что-то случилось с двигателями, с крыльями, что-то случилось, мы читаем, Господь отнял силу, силу отнял. Дальше мы читаем, подверг их позору, опозорил. Представляете, лишил силы, лишил власти. В чем это заключается? Ну, во-первых, мы видим, Сатана уже летать не может. Уже не может. Написано, что он ходит, не летает. Он уже не перемещается, как другие ангелы перемещаются. Он ходит. И в духовном мире таким образом он опозорен, лишился силы, лишился власти. Они лишились вот того положения, которое они имели. Они доминировали. Каким образом? Благодаря смерти Христа. Христос, во-первых, он говорит, Сатана упал, это совершилось. Затем Христос нас помещает в себя. Мы умираем со Христом вместе на Голгофском кресте. Таким образом, Сатана лишается этого, этой связи, которая была. Написано, мы отрезаны от Него. Отрезаны. Отрезаны. Обрезанием нерукотворенным. Все Христос совершил. Сатана лишился власти. Лишился. Дальше мы читаем, Христос подверг их позору и дальше восторжествовал над ними собою. То есть, в духовном мире это было триумфальное шествие Иисуса Христа. Триумфальное. Там все восклицали победитель, слава, сила, мощь, власть Иисусу Христу. Где же там Сатана? О нем не сказано ничего. Написано, там, где-то он ползает, уже еле ходит. Христос лишил силы. И мы, как дети Божьи, мы должны знать, что мы являемся наследниками, участниками победы Иисуса Христа. Так как Христос победил, это победа наша. Мы же в нем. Мы же часть его. Мы же одна семья. Победа Христа победой всей семьи. Победа наша. Поэтому Христос говорит, вот апостол Павел пишет, что Христос нам предоставил. Мы стали наследниками, мы вошли в эту победу. Отнял силу у начальств и властей, у князя этого мира, который господствует, он уже не влияет. Не помню, кто-то задавал вопрос буквально недавно, может ли верующий человек стать одержимым? По-моему, по радио я слышал. Может ли человек верующий стать одержимым? Как же он может стать, если он во Христе? Человек может стать одержимым тогда, когда он выходит из Христа? Выходит, да. Когда он позволяет, опять-таки, своей волей, без его воли случиться это не может. Помните, когда Петр сказал Анании и Сапфире, зачем вы позволили сатане вложить мысль? Позволили. Вот позволять не нужно. Написано, не давайте место дьяволу. Я извиняюсь, у меня вопрос. То есть человек может туда-сюда бегать, как бы прыгать. То в Христе, то из Христа выходит, потом опять в Христа, потом опять из Христа. Это как? Но получается так, что человек своей волей разрешает мысли заходить прямо в сердце. И вот в той области начинается беспорядок. Там одержимость может произойти. Но опять-таки, это происходит с позволением человека. С позволением. Он теперь, он вышел, этот человек, представь себе, представь себе, человек стал, раньше был где-то дикарем, знаешь, без одежды бегал, корни там собирал, ел на каком-то диком острове. Его нашли, привезли в самую цивилизованную страну и поместили в царский дворец. Он стал сыном царя. Имеет все абсолютно, ни в чем недостатка не имеет. Но кто-то пришел там со стороны и говорит, ты знаешь, Коля, Петя, Маша, выходи. Варта, Да выходи, я тебе тут что-то погадаю, что-то покажу тебе, что-то интересное такое, фокусом покажу. И он выходит. И вот когда выходит, вот тогда он становится опять, может оказаться мишенью для этих людей, для этих духов, для мыслей. Человек выходит, то есть позволяет себе заходить в какую-то область, нехорошую, нечистую. Поэтому здесь мы должны наблюдать за мыслями, не допускать никакой мысли, если она нам не знакома, если она не стыкуется со словом, ни за что ее не подпускать. Поэтому сказано, следите за сердцем, следите за мыслями, вы храм, держите храм в чистоте. То есть мы стали храмом, но нужно держать его в чистоте, нам необходимо следить за мыслями своими. Итак, мы возвращаемся опять к этому тексту. Раньше темные силы действовали на человека напрямую через плоть. Они сегодня действуют через плоть. Это было раньше. И Господь освобождает. Когда человек кается, обращается ко Христу, рождается свыше, человек освобождается. Плоть уже не имеет права его терроризировать. Не имеет права. Никакого действия над нем не имеет. В принципе она не может его заставить. Не может заставить. Это совершается, когда человек верит. Он принял слово, уверовал, и слово работает. То есть в практической жизни, когда приходит к нам какое-то искушение в виде мыслей. Мы должны говорить, как мы должны реагировать к этому. Пришло искушение, давай ты так согрешишь, или давай ты здесь соврешь. Как вообще реагировать к этому искушению? Искушение уже в искушениях мы проверяемся, в искушении уже поздно готовиться. В искушении мы покажем то, что мы имеем в наличии. Что это значит? Это значит, что сейчас, когда у нас допустим искушения нет, спокойно, на трезвую голову сесть и разобраться, что со мной произошло. Смерть. Что же это за смерть? Мы сегодня коснулись штрихами. Я надеюсь, что у вас в церкви есть классы по изучению Писания, и вы прошли своего внутреннего человека, и вы разобрались, вы имеете понятие, что это такое, где душа находится, где сердце, где дух, где грех, где плоть, как они взаимодействуют. Без этого понимания вы не разберетесь. Поэтому обратитесь к вашим пастырям, к вашим учителям, пусть они вам разъяснят этот вопрос. Потому что здесь мы на передаче не можем все охватить сразу в деталях. А знание нужно иметь. Без этого знания мы не узнаем, где плоть, а где я. Против кого воевать? А может это я сам? А может это душа? А я буду воевать против себя? Или будет плоть наступать, а я даже и знать не буду? Я не буду знать, где эту перегородку ставить. Поэтому знание самого себя написано вникай в себя и учение. Вот в этом спасение. В этом спасение. У нас, допустим, в церкви мы проходим постоянно изучение Писания, вот разборы и у нас направлен тематический разбор, допустим, на одного внутреннего человека. Мы тратим несколько месяцев для того, чтобы освежить этот вопрос. Мы тратим несколько месяцев о крещениях, чтобы знать, во что же человек погружается. Их около 12 этих крещений различных. Мы изучаем начатки учения, вот допустим, по стадиям проходим каждый пункт, что это нас касается, как это отражается, кто мы есть. Таким образом мы укрепляемся, таким образом мы испытываем настоящий реальный эффект слова, который записан в Писании. у нас время, время быстро летит, будем заканчивать, просто хочется еще подытожить, мы остановились, еще не закончили, в прошлый раз мы, в следующий раз мы продолжим эту тему, потому что тема обширная, тема насущная, но эта тема требует тщательного вот подхода, чтобы мы не просто слышали, но чтобы мы переваривали, если мы не переварим, эффекта точно не будет. У нас остается пару минут, давайте мы быстренько пройдем вот стороны или качества духовные, которые мы приобрели во Христе. Мы стали святыми, отделенными и посвященными, а колоссяне, в свою очередь, были еще верные христиане, они слушали, они перерабатывали и они исполняли. Практиковали в настоящей жизни. Мы стали детьми Божьими, то есть духовная связь произошла. мы стали искупленными. Наш ум, наша воля, наша память, чувства, сердце, все находится в распоряжении Иисуса Христа. Своей волей мы направляем все эти органы на Слово Божье. Мы стали прощенными, произошла отмена наказания, Бог простил все наши грехи. Мы стали наследниками, это наследниками Духа Святого, сказано богатство наследства к Ефесянам мы читаем, то есть наследство частично мы приобретаем здесь на земле и уже остальное богатство там уже на небесах приготовлено нам. Мы стали, Господь избавил нас от власти тьмы, избавил от власти тьмы и мы вошли в царство сына его, вошли в царство Иисуса Христа. То есть это говорит о том, что мы стали Царство Иисуса Христа, законы духовные имеют на нас полное право прощение, освобождение, Господь помогает, мы стали объектом благодати, Господь направляет на нас свою благодать. К сожалению, наше время уже вышло совсем, мы будем с вами прощаться, но тему эту продолжим, порассуждайте, переварите, растворите, и это слово принесет определенный плод в вашей жизни. Пусть вас Господь благословит. До следующей встречи. С Богом. Счастливо.